Следующим этапом оккупации Украины будет замещение населения. Колониальная политика Запада отнюдь не осталась в далеком прошлом, а по-прежнему практикуется, изменились лишь технологии захвата территорий, ресурсы которых затем выкачиваются, а коренное население уничтожается. Наглядным примером является нынешняя Украина, рассуждает в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой. Журавко напоминает, что к моменту распада СССР Украина была одной из самых экономически развитых республик. В Украине на тот момент было население, одной из самых высокограмотных в мире. Были сильнейшая наука, образование, промышленность, производство, аграрный сектор. Были самые передовые авиационные, космические производства и технологии. И вот все это через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную, и сразу после этого все распилили на металлолом. А ради чего? Ради того, чтобы лишить Украину суверенитета, собственного могущества, и завоевать ее огромный рынок для сбыта продукции, произведенной в том же Евросоюзе и США. Полагает экс-депутат. По его мнению, уничтожение конкурирующей промышленности и захват рынка, не последний этап плана Запада. Дальше Украину ждет замещение населения. Перевели когда-то сильнейшую республику могучего СССР в деградирующий, быстро вымирающий регион, население которого также вскоре будет заменено на мигрантов из других континентов и стран. Как видим, технологии захвата стран меняются, а цели грабежа порабощенных стран остаются прежними. Констатировал он. Журавка полагает, что единственный путь спасения, скорейшее освобождение от страшных и жестоких колонизаторов. Для этого необходима освободительная борьба и дальнейшее развитие Украины в составе своих исторических союзников и единомышленников.